Электроотрицательность – фундаментальное химическое свойство атома. Количественная характеристика способности атома молекули смещать к себе общие электронные пары, то есть способность атомов оттягивать к себе электроны других атомов. Самая высокая степень электроотрицательности у галогенов и сильных окислителей, а низкая у активных металлов. Практическая шкала электроотрицательности атомов. Детальный поиск взаимосвязи между шкалами электроотрицательностей позволил сформировать новый подход к выбору практической шкалы электроотрицательности атомов. В основу практической шкалы электроотрицательности атомов взята концепция Луа-Бенсона, использующая понятие ковалентного радиуса r. По физическому смыслу электроотрицательность атома Хио-Бэ – это величина пропорциональной энергии притяжения валентного электрона, находящегося на расстоянии рота атомного ядра Хио-Бэ равно r, где m и n – число ПИС электронов в валентной оболочке атома. Сами Луа и Бенсон рекомендовали для величины Хио-Бэ более точное название – ковалентный потенциал. В процессе разработки практической шкалы электроотрицательностей шкала Луа-Бенсона была дополнена электроотрицательностями d и f элементов, для которых в расчетное управление введено число внешних электронов, равное двум. Значения электроотрицательности атома в практической шкале хиостерийской их ковалентных радиусов r приведены в таблице. Значение электроотрицательности атома в практической шкале хиостерийской их ковалентных радиусов r приведенная в таблице совокупность значения хиостерийск демонстрирует важную особенность практической шкалы электроотрицательностей. Значение электроотрицательности для водорода в этой шкале хиостерийск равно 2,7 определяет четкую границу между металлами и неметаллами хиостерийск и элт-хиостерийск. Исключение составляют лишь постпереходные металлы, в то время как в других шкалах значение электроотрицательностей. Меньшие электроотрицательности водорода, помимо металлов, имеют большинство не металлов, а в шкале пара пирсона даже углерод, фосфор, серо, селен, иод. Особое положение водорода в практической шкале дает основание рассматривать электроотрицательность водорода как меру электроотрицательности, элементов, которые позволяют осуществить переход к безразмерной практической шкале хиостерийск, определяемый как отношение хиостерийск-хиостерийск, значение относительно электроотрицательности.